Примерно 4-3 тысячи лет тому назад на территории Баку уже были жилые, скажем, поселения, где люди уже жили. Но как город Баку стал примерно функционировать 2300 лет назад. Первые письменные упоминания о Баку было у Приска Паницкого, византийский историк, который писал в V веке в своем произведении «Путешествие из Киффи», то есть из Хазарии в Мидию, где писал о городе, о территории, которая называлась Ад Шибагаван. И Шибага была назначена административным центром. С этого периода начинается эпоха исхронизации местного населения, скажем так. Но наместник сидел в Шибаге, и, естественно, это была территория арабского халифата. Если вы обратите в меня, это по сути называется «Кырхачар» или «Сорок ключей». Она носит мистический характер. На ее стенах, если вы видите, там написаны «заглинание» и «молитвы». Если обратите в меня кружки, и в кружках – молитвы. Сас, помните, когда я вам сегодня рассказывал о том, что один пьяный, он проснулся и сказал? Мамай был темником, он не был чингизидом, он не был царского рода. Он был просто самозванцем, который правил, потому что именно в это время в Орде было смято. За 23 года поменялось 25 халов, но это другой вопрос. И в то время приходил Тамерлан, хромой Тимур, которого мы все знаем. Он наступал с юга, с севера наступал Тахтамыш. Территорию государства вы видели. И вот это маленькое государство должно было выбирать, кого – опереться на Тамерлан и выступить против Тамерлана, или опереться на Тамерлан и выступить против Тамерлана. Но самое интересное, что Тамерлан власти привел сам Тамерлан. Девичья башня построена 2300 лет назад, в то время как в Азербайджане господствовала Зарастризом. И Девичья башня являлась Зарастрийским храмом. Самое интересное, что Сергей Бакуви одновременно являлся и придворным ученым, что он являлся учителем детей Шерман Шаха Халилуллаха Первого.